Пути и дороги Долготы и широты На территории России все большие реки текут либо с севера на юг, либо с юга на север. Поэтому большие дороги, как и большие реки, шли с север на юг, либо с юга на север. А пути, соответственно, шли с востока на запад, либо с запада на восток. То есть дороги есть как бы меридианы, долготы, а пути есть как бы широты. Для того, чтобы ориентироваться в пространстве, земной шар накрыт паутины долгот и широт. Так вот, слова долго, долгий, долгота происходят от слова дорога. А понятие широта имеет отношение к слову путь. Станет человек лицом на север, то есть лицом к спасу звезде, расставит ноги в стороны. Это и есть ширина, на которую человек может расставить ноги. Ведь мы и говорим, пошире расставь ноги. И стоят тогда ноги, как бы вдоль земной широты. Если встанет человек как бы мосточком, примастится одной ногой на один берег, а другой ногой на другой берег ручья, речки, то он показывает ширину речки. Вообще, ширина рек, текущих на север и на юг, это кусочки широты земли. Ведь длина моста через реку примерно равна ширине реки. А идти по дороге коротким или длинным шагом означает своими ногами, шагами, отмерять длину реки, долготу земли. Длина шага идет вдоль земной долготы, и длина шага есть кусочек долготы земли. По рекам ходили на различных судах. Это было и легко, и относительно безопасно. И гораздо дешевле, чем по суше. На судах ведь именно ходили по дорогам рекам. А вот от одной реки до другой не поплывешь. Нужно, например, рельсы класть, железную дорогу строить. И вот поэтому железную дорогу мы называем железнодорожные пути. Теперь можно сказать, что означают русские слова «путешествие» и «путешественник». Слово «путешествие» состоит из двух, стянутых в одно слов. Одно слово «путь», второе слово «шествие». А слово «шествие» происходит от того же слова, от которого происходит слово «шаг». Русские слова «шествие» и «шаг» есть слова одного извода. Слова «дорога», «стрит», «штрассы», «трасса» и всякие другие слова в значении «дорога» происходят либо от слова «шаг», либо от слова «длина». Путешественник – это тот, кто ходит, кто исходил с землю поперек рек. Заметьте, разные страны чаще всего находятся или располагаются вдоль реки, на разных ее берегах, на разных ее сторонах. Странник – тот, кто идет, шагает вдоль реки, идет по дороге из страны в страну. А путник – тот, кто идет по пути, держит путь от одной реки к другой. Путник идет из одних стран в другие страны.